Всех привет! Вы на канале сервисного центра Козырем. Сегодня у нас будет Osmo 6. Аппарат не включается после воды. Схем нет, мануала нет. Будем разбираться что с ним. Как только его достали с воды и его поставили на зарядку со слов клиента. Непонятно зачем конечно. Вот такой вот у нас вот аппаратик новенький. Даже пленочки еще не успели убрать. Будем вскрывать. Откручиваем ножку. Нам нужно будет раздвинуть телескопическую часть. Под ней будет четыре болта. Их мы раскручиваем. А также четыре болта будут под нижней резиночкой такой. Специально лопатки нет. У нас есть широкий канцелярский нож. Он не оставляет зазубрин при вскрытии. Не повреждая пластик. Отщелкиваем все защелки его. Раскрываем обе части. Видим, что две части соединены шлейфом. Шлейф закреплен еще и клеем. Его нужно немножко нагреть, чтобы клей размяк. И отстегнем этот сам шлейф. Видим окисление. Снимаем нашу батареечку. Она нам пока не нужна. Нам нужно будет раскрутить четыре болта, которые держат основную материнскую плату с жуйстиком. Но тут конечно я немножечко поторопился. Я не заметил на колесике зума стопорное кольцо. Прошлось плату выдирать так. Чуть-чуть так отстегнули верхнюю часть и вытягиваем ее полностью. Видим материнская плата вся в окислении. Есть окисление присутствует также на джойстике, на кнопке включения. Кнопка включения очень сильно сгнила у нас. Нужно будет убрать этот шлейф, чтобы он нам не мешал. Также разогреваю его. Очиститель мы используем такой вот дегризер. Очищает очень хорошо. Отмывает все жировые и какие-то окисления. Все застои. Щетка у нас справляется тоже очень хорошо. Сколько она отремонтировала уже электроники не считать. Снимаем вторую платку и будем смотреть как там обстоят дела. Ну дела у нас тут конечно такие же. Ключи все сгнили. Будем все сейчас это осматривать и приступать к работе. Так, первый ключик как мы видим здесь нет одной ножки. Она уже совсем сгнила. Все это нужно будет пропаять, очистить. Так как нет схемы и мануала, будем все это на ощупь делать. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас попробуем нарастить олово и прицепиться к оставшемуся корешку от ножки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также мы определили, что у нас здесь, судя по схеме, должны стоять обрывники. Обрывников нету, это все сгнило, уже улетело. Установим перемычки. Тут нам нужно будет, скорее всего, немножко лизием подточить сам корпус ключа и припаиваться к нему, так как недостаточно соединения. Осматриваем всю плату. На платье у нас все чисто. В порту зарядки есть небольшие окисления, их тоже почистим. Приступаем к другой платье. Тут небольшой резистор был подозрительный. Я, кстати, забыл подключить микроскоп, чтобы он записывал изображение. Пришлось с камерой, которая была направлена на монитор, оттуда показывать вам изображение. Тут также нам нужно будет очистить все контакты, залудить их и припаяться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь нам нужно будет собрать все для предварительной проверки. Отключаем аккумулятор. Кнопочка, короче, не работает. Пришлось ее пинцетом замкнуть. Мотору двигается. Реакция есть. Выключаем и проверяем кнопку. Кнопочка у нас действительно абсолютно не рабочая. Ее нужно будет выпаять и заменить. После того, как мы заменили кнопку, нам нужно будет снять колесик зума. Его держит вот такое стопорное кольцо. Кнопочку мы еле нашли. Хорошо у нас был на разборе Osmo 4. С него прям один в один кнопочка. Тут мы устанавливаем материнскую плату обратно. Закручиваем ее. И собираем все в обратном порядке. Колесик зума устанавливаем на место. Не забываем про резиновую пимпочку, которая там находилась. Она нажимает на кнопочку. И устанавливаем стопорное кольцо. Начинаем сборку в обратном порядке. Укладываем наш кабель. Все фиксаторы должны быть на месте. Предварительно проверили. Закручиваем материнскую плату, которая идет у нас маленькая. Все это закрываем, защелкиваем, закручиваем болты. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Как мы видим, что все функции наши работают, кнопочки нажимаются, колесико крутится, а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, скоро будет очень много видео. Субтитры сделал DimaTorzok